Солнце, море, горы и чистый воздух. Для многих туристов Черноморское побережье Абхазии – самое лучшее место для отдыха. Каждое лето нашу страну посещают гости из разных стран, и большая их часть из России. В медиапространстве сегодня можно получить разную информацию об отдыхе в Абхазии, в том числе и негативную. Особенно много неправдивой информации появилось в результате обострения внутриполитической ситуации в Грузии. Даже различные официальные СМИ грешат, публикуя фейковые новости. Несмотря на это, как отмечают в Министерстве по курортам и туризму республики, турпоток в нашу страну не уменьшается. Важно также отметить, что наши туристы находятся в безопасности, так как абхазские пограничники вместе с российскими коллегами охраняют восточную границу нашей республики. С начала июня по сегодняшний день Абхазию посетили около 100 тысяч туристов. Главное преимущество абхазских курортов, несмотря на недостаточно развитую инфраструктуру, являются убранные пляжи и, самое главное, чистое море. Сегодня турист выбирает Абхазию из-за того, что у нас уникальная природа. Профильные ведомства добросовестно выполняют свою работу. Определены тех зоны, убранные пляжи, чистое и, самое главное, чистое море. Согласно информации, которую мы сегодня имеем от российских коллег, Абхазия является лидером у российских граждан по посещаемости. Несмотря на то, что сегодня внешняя информация искажается, поток в нашу республику не уменьшается. Сегодня мы готовы принять граждан Российской Федерации у себя на отдыхе, предоставить им чистые убранные пляжи и, самое главное, чистое море. Наша съемочная группа находится в городе-курорте Гагра. Здесь перед началом курортного сезона была проведена большая работа по благоустройству пляжей и детских площадок. Кроме того, на набережной начали менять тротуарную плитку, а железную ограду заменили на бетонную. Всем известна знаменитая Гагрская колоннада, которая давно стала символом города. Теперь на набережной Гагры появится еще одна маленькая колоннада. Ее строительство близится к завершению. Гагра – излюбленное место отдыха туристов. Ежегодно сюда приезжают тысячи отдыхающих для того, чтобы полюбоваться красивейшими местами и искупаться в чистой и теплой воде. Вот в этом году пляжи Гагры не пустуют. Я, наверное, всегда манил Кавказ. Это такое застолье гостеприимства, про которое всегда везде рассказывали. Горы, и с одной стороны, когда горы, с другой стороны море. Вот это вот очень здорово. Это прямо в одну сторону посмотришь море, в другую сторону посмотришь горы. И не знаешь даже на что смотреть, разрываешься, потому что очень красиво. Кухня очень понравилась ваша. Это просто, да, это божественно. Пляжи, в принципе, чистые. Пляжи нет, мусора, да. Раздевалки вот есть. И, ну, вот на территории набережной тоже же есть вот и мусорки. Все это как бы, ну, хорошо, благоустроено это все. Все очень здорово. Я уезжать вообще не хочу. Ну, третий день только приехали. Воздух вообще отличный. Погода отличная. Устроились хорошо. Все прекрасно. Отличное море. Теплое, хорошее. Особенно сегодня погода такая была. Отличная. Я тоже приезжаю уже 17 лет сюда. С каждым днем становится Абхазия все лучше и лучше. Особенно вот город, куда я приезжаю, Гагра. И достопримечательности тоже у вас. Все шикарно. И море чистое. Все хорошо. Очень хорошо. Любителям активного отдыха не приходится скучать. Прогулка на катамаранах, катерах, разнообразные водные аттракционы. Все это к их услугам. А самые смелые могут полетать на параплане и посмотреть на побережье с высоты птичьего полета. И здесь главное, конечно же, безопасность туристов. Народ у нас приезжает в больших количествах. И это сейчас, так как наши пляжи – это визитная карточка, и надо постоянно следить за ними, за данной безопасностью пляжей. И вот сейчас в этом сезоне наплыв сильный у нас, и поэтому работа идет очень обильно. В каждом районе есть своя техника, которая выделена на свои районы. И каждый, так скажем, скутер, катер работает непосредственно на своем районе. Это плюс мы занимаемся тем, что выдаем им бумаги на разрешение эксплуатации данного вида судна. И, как говорится, инструктируем людей, чтобы они все-таки не совершали такие резкие движения, так скажем, чтобы все-таки человек не попал в плохую ситуацию. С каждым годом в Гагри увеличивается и гостиничный фонд. Здесь появляются современные комфортные отели как бюджетного класса, так и вип-обслуживание. С детьми приезжают по пять детей, с грудными детьми приезжают сюда к нам. Это говорит о том, что в республике все для них безопасно. Никто не подвергнет опасности даже предполагаемой, мнимой своих детей. Люди с удовольствием едут. Вот уже, можно сказать, пятый год, как мы по нарастающей идем, добавляется каждый год номерной фонд у нас. Недавно в наших новостных лентах, в нашем сегменте Фейсбука, люди говорили, что отъезд массовый, отказ от брони, ни одного отказа у нас не было. Наоборот, как-то совпало так. Именно когда бурлило наш Фейсбук, что люди, значит, собираются массово у нас покидать, у нас какой-то ажиотаж был, наоборот, они нам звонили, спрашивали, может кто-то отказался, мы с удовольствием поедем. Никто у нас не отказался. За этот сезон был один отказ, и то по форс-маржорным обстоятельствам. Впереди еще два месяца курортного сезона. Как показывает практика, в июле и августе Абхазию посещает наибольшее количество туристов. И судя по тому, сколько сейчас отдыхающих в Гагре, как предполагают представители Министерства по курортам и туризму, туристический сезон 2019 завершится успешно.